добрый день находимся сегодня в сингапуре мы с ольгой я потом ее представлю расскажу обязательно здесь идеальная погода прекрасный вид это интервью потом обязательно покажем как это все происходит и мы на самом деле сегодня договорились о партнерстве на то есть мы начиная там где-то в ближайшее время подпишем документы ольга становится нашим франчайзе партнером вот на территории индонезии всей не только бали потому сейчас она работает только на бали оперирует бизнес у нее там неплохо развивается последние там пару лет сейчас все расскажет поэтому поговорим о рынке пока бали как таковой ну немножко может индонезию тоже затронем хотя бали это входит в индонезию но там есть свои особенности да ольга ну сначала пару слов вообще может быть про себя не все знают меня зовут ольга гархиян и правда в том что риэлторским бизнесом я занимаюсь всего пару лет с 2008 года я была инвестором недвижимость и в общем инвесторские мозги мне куда понятнее да но скажем так и жизнь распорядилась таким интересным образом что я захотела релацировать и бали это то место куда я езжу 2006 года и я обожаю бали индонезию потому что тепло и потому что люди добрые ольга правильно понимаю получается 16 лет ездили ездили решили остаться затянуло решила остаться и еще попала хоть в эту нишу до бума до того как об этом узнали и все а потому что ну так опять же все сложилось с наилучшим образом и сразу как только попала в индонезию познакомилась с лидером одного из топовых застройщиков на бали всем известных не буду сейчас говорить и чем как то он рассказал что они уже начали строить хоть и пандемия еще они уже начали строить и продавать там какой-то классный проект и я вдохновилась и в общем начала интересоваться темой и в общем как то вот так все пошло пошло натурально вот что называется когда мир дает сразу обратную связь что ты делаешь правильно сразу возврат там виде аплодисментов мира за то что ты делаешь вот так так хорошо как рынок бали что там вообще у нас как цены стоит покупать нет рынок бали процветает безусловно но так будет не всегда сейчас очень интересное время для рынка недвижимости балийского и в целом рынка недвижимости индонезии хотя они коррелируются но и отличаются сильно потому что например доходность на бали выше в два раза чем средняя по индонезии круто сколько реальная доходность 6 процентов реальная доходность 15 годовых чистыми можно получать но не на всех проектов но средне так понимаю ну 10 что-то похожее на 10 что-то похожее на правду если средняя по больнице также как и заполняемость как я всегда шучу значит 8 реально застройщики нам рисуют заполняемых 90 процентов до реальная по острову из аналитики 61 значит мы говорим о том что там 70 75 можно делать как вообще дела с вторичным рынком или только сейчас новостройки пока риэлторы там продают это проблема это прям вы попали в самое сердечко потому что на бали рынок вторички не развит от слова совсем более того когда я ресерчила индонезийский рынок в целом и смотрела агрегаторы ну аля искала ави пациентом где одна полка и вся аналитика такого нет и топовые агрегаторы наполовину не переведены даже на английский даже так да и про что это это про то что мы нам крайне сложно на вторичном рынке вообще ориентироваться коммуницировать находить друг друга продавец покупатель а вот этот коннект и его нет то есть 58 миллионов чатов и все и в терраторами и там 20 команд которые пилят авито сейчас авито сан туда тоже по идее выходить должны 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 уже там вот ребята вчера привлекают два с половиной миллиона долларов назвали вилла как в штатах зилла сколько сколько два с половиной миллиона долларов кстати кто не знает в индонезии почти 270 миллионов населения это даже 274 да это очень большой рынок который ну вы представляете масштабы причем я так понимаю это пока ближе к россии двухтысячный да по развитию экономическому это россия девяносто пятый вот начало это только начало потому что очень молодого законодательства очень много коллизий права очень много возможностей какая-то строй какой-то строй сменился что там произошло почему молодой законодательства нет там в целом они ну скажем не развивали свое законодательство им хватало того уровня который был строй строй у них давно не менялся у них недавно поменялся на президент был джокови додо джокови в простонародье который культовый лидер он и остается культовым лидером на его место пришел субианта суп правого субианта еще лично не знакома поэтому забыла но тем не менее ничего не меняется не для индонезии не для отношения кстати вот как только лидера признали огласили я писала статью в руссбейс или в риама в какое-то большое здание в россии они заказы мне делают последнее время об индонезии я говорила о том что для российско-индонезийских отношений угрозы нет и и как не было 50 лет не прерывалась декмиссия так и нет сейчас ну среднем срок строительства года полтора правильно набали то есть это рассрочка на полтора года полтора два года хорошо как с русской общины там дела сколько там россиян живет вообще скажем так русскоговорящих до пандемии постоянно жило где-то две-три тысячи на балида круга знали сейчас только а сейчас где-то 5-7 зимой даже да там до 15 это большая община там наверно большой общий чат есть русский чат миллион а самый крупный сколько участников 50 лишним тысяч русского чата они же приезжают а вот так вот да а все 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 да ну вообще много русских чатов большая 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 коммуникация на абсолютно разные темы да есть два бизнес-сообщества крупных ну и вопрос как конкуренция за российских клиентов большая да конкуренция большая я даже смотрю по ценам на таргик аукцион да мы раньше таргетировали сейчас нет и я смотрю за коллегами как они в это сколько клик доходил о не помню сколько клик у нас как вал у нас квал стоил 50 40 50 долларов не квал на 2 где-то 20 был то есть 50 процентов было клава уничтожи очень дорогие цены очень дорогие сейчас еще выше хорошо такой вопрос он традиционный для вот русский человек когда переезжает за границу что он испытывает легкий шок но испытывает огромное количество нейронных связей которые в голове каждый день новые и это круто я очень люблю учиться поэтому для меня вот этот стресс он такой классный меня он драйвит но в целом конечно это все новое это все новое это каждый день все новое это ко всему привыкаешь это определенный уровень стресса который съедает энергию но люди адаптируются тем более наши русские так я думаю пойдемте туда еще прогуляемся посмотрим сейчас на самом деле очень красиво можно посмотреть да прям замечательно у меня такой вопрос многие считают что при покупке недвижимости люди еще покупают себе такую среду вообще а что там с инфраструктурой насколько там замечательные дома но с инфраструктурой там не все хорошо в инфраструктуру правительство вкладывает только в определенные зоны бали сейчас уже конечно в общую вкладывают дорогу делают монорель делают второй аэропорт и так далее но в целом как сказал один известный девелоперах на бали нужно строить города то есть нужно строить такие комплексы где вся инфраструктура внутри откуда можно не выходить потому что логистика очень сложная по каждый день bad traffic каждый день пробки и выхлопные газы там нет закона о запрете определенных соц аж помните как у нас выделив 90-х когда выхлоп нельзя вот черный угодит ну что-то такое да там же жестко с этим а там разрешено это все это стоишь на байке и нюхаешь вот этот черный газ который черный дым и грузовика в общем это потому что передвигаться по острову становится все труднее остров уже не справляется с той нагрузкой от туристов которая есть она растет постоянно и двадцать пятый год ожидается вообще колоссальная до 24 миллионов загрузка да то есть в двадцать третьем приехала шесть с половиной миллионов и не справлялся уже остров сейчас остров плачет уже от отсутствия инфраструктуры поэтому моя рекомендация поэтому покупайте на бали поэтому моя рекомендация для девелоперов и для инвесторов девелоперам нужно строить инфраструктурные комплексы инвесторам покупать только либо внутри инфраструктуры где уже все построено либо чтобы не было 30 минут на машине до ближайшего магазина кстати вот ольга спасибо тут так жарко я учусь на грязь это устаю уже спать тела уже чуть-чуть так пойдете уж вот туда я думаю там тоже красивые виды на самом деле вот если сравнивать бали допустим с дубаем какое преимущество почему бали они и дубай а я вам очень легко скажу потому что не в дубае не турции нет 365 дней в году сезона вот согласен вот такая красотища тут там море джунгли это джунгли же да фактически но я так называю вот это мы еще в таком среднем отеле откровенно скажу четырехзвездочном не пятизвездочном потому что пятизвездочные вообще дорогущие очень на сингапуре от 1000 долларов в сутки но это ни в какие ворота вообще не лезет вот дороже чем хорошо сезон климат согласен прям просто да еще что ну то есть вот сезон он влияет как раз на фактор дополняемости хорошая управляющая компания делает стопроцентную заполняемость согласен да ну то есть это главное а второй фактор ограниченность берега то есть но на бали нам не насыпят вторую марину как дубая на бали в берегах охраняются юнеско поэтому и и 90 процентов берега не пригодны для туризма это это либо скалы либо непроходимой джунгли либо зеленая зона где нельзя строить кстати как раз завтра буду в индонезии но не в набали а в другом месте вот ненадолго заедем что называется вот в плане доходов людей зарплат хорошо переедем где работать что делать кто то если самое большое количество это конечно удаленщики фрилансеры это кодеры это люди которые там занимаются криптовалютами и так далее цифровыми какими-то историями и это какие-то онлайн школы всячески то есть это подавляющее большинство чем занимается русскоязычное сообщество хорошо а делать все таки но там не знаю инженером как там русские вот таком стройку можно пойти то есть девелопер можно в штат устроиться там же еще высокие технологии там эти делают по моему умные дома все там так хорошо так а вот если врач ему легко устроиться нет он не имеет права не резидент не имеет права практиковать он может открыть клинику а резать будут индонезы да то есть там все так у вас даже защищается хорошо сейчас создали офшорную зону как раз станури там маю клиник это большое большая сетевая большая сеть клиник американских они там построили прям большой на несколько гектар центр медицинского туризма и вот там они договорились что будут могут принимать вести практику врачи со всего мира такое какие планы по развитию этажей хороший вопрос первое это командировка в россию и плотная работа в нескольких регионах это москва тюмень и юг россии ну потому что я сама из краснодара и я не могу не заехать в ростов и краснодар этажи конечно в тюмени будет особый фокус на то чтобы изучить систему и проникнуться корпоративный корпоративным духом соответственно поработать в командах да у нас уже есть скажем так ключевые сотрудники которые меня вводят потихоньку в курс поэтому вот эта дорожная карта до июля уже простроена хорошо ольга ну я желаю вам тогда удачи чтобы все у вас было хорошо великолепно хорошо что прилетели спасибо большое в живую всегда лучше чем по вкс поговорить вот поэтому добрый путь все спасибо большое спасибо большое